С момента их первого свидания прошла целая жизнь, окажется всего мгновение. Как, встретив любовь, сохранить ее надолго? Как не заблудиться в перепуть их судьбы и остаться верным настоящему чувству? Об этом расскажут герои проекта «Свидание длиною в жизнь». Телеканал «Вариант» открывает проект «Свидание длиною в жизнь». Сегодня мы отправимся в гости к семье Гуськовых. Они вместе уже 40 лет. Я вот замужем пока только 10. И у меня появилась уникальная возможность узнать у наших героев, как сохранить свое семейное счастье на долгие-долгие годы. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы вам в гости пришли не с пустыми руками, а такой вот румяный, ароматный, с пылу сжару еще теплый пирог от Совета Отцов Владимирской области. Вам в подарок к вашему семейному столу. Спасибо, спасибо большое, спасибо, очень приятно. Такой прям теплый даже еще. Ароматный. И ароматный. Спасибо. Совместная жизнь Елены и Сергея Гуськовых никогда не была простой. Испытаний на долю их семьи выпало немало. Но обо всем по порядку. Сережа и Лена жили с самого детства в одном доме. Но по иронии судьбы ни разу не встретились, будучи мальчиком и девочкой. Познакомились молодые люди уже в институте. Лена училась на втором курсе, а Сережа на первом. Сережа тогда еще возмущался, что он думал, что я за ним слежу. А я говорю, я здесь живу, оказывается, в одном доме. Вот все, в соседней подъездах жили. Я на пятом этаже в соседней подъезде, 32-й квартире, а он вот здесь, 48-й квартире. Сергей и Елена начали дружить. Вместе ходили на пары в институт, появились общие интересы. А потом и глубокое чувство. В начале у нас были, конечно, свидания, а как же, говорить, нечему, были молодые. Что же, мы и по городу гуляли много с ним, и к ним на дачу ездили, у нас были свидания. И, а, в Москву мы с ним ездили, тогда, помню, еще не женатые, к его родственникам. То есть свидания у нас были, и они достаточно интересные, памятные. Их отношения развивались очень стремительно. Познакомились в марте, а в августе уже поженились. Просто шутка вышла. Позвонил, говорю, поехали в ЗАГС, подадим заявление. С смехом. Она смехом отвечает, поехали. Съездили, подали. Студенческий брак – дело непростое. Нужно успевать и учиться, и молодую семью обеспечивать. Днем Сергей ходил на пары, а ночью на работу. Когда Елена училась на четвертом курсе, в семье Бузьковых родилась дочка Маша. Я с пятого этажа упал на четвертый. Мне в подъезде сообщили, я скатил с лесенки. Так же все. Это переизбытка чувств? Да. Это были счастливые чувства? Ну, естественно. Сразу, как закончил институт, уже родила Диму. То есть я уже заканчивала, была беременна Димой, и после, как закончила, диплом получила, Димку родила. Поэтому, конечно, тут вот у нас молодость была такая тоже напряженная. Да у нас никогда, по-моему, расслабления не было. Двое детей по годах подрастали. Елена работала по специальности учителем биологии. Сергей в пожарной охране. Во всем друг другу помогали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok То есть все вот как бы. И, конечно, можно было бы, конечно, их пойти повезти куда-то там в профессиональное училище, чтобы деньги зарабатывали, чтобы какую-то стипендию получали. Но все-таки мы пошли на то, чтобы дети учились дальше, они закончили оба и получили высшее образование. Дети выпорхнули из семейного гнезда. Дочка вышла замуж, сын женился. Казалось бы, вздохнуть Гуськовым свободно, но их родители начали сдавать. В 18 лет ухаживали они за парализованной мамой Сергея, а затем и за родителями Елены. Вместе переживали и уход близких людей. Это всегда все вместе делали, взаимопонимание полное и мешали друг другу. Субтитры создавал DimaTorzok Полностью не права, девушка. Полностью не права. После 15 лет совместной жизни Сергей и Елена обвенчались. Не обошлось и здесь без иронии судьбы. В деревне сгорел дом. Срочно нужно было покупать новый. Решили поближе к Владимиру. И мы стали искать. Первый дом, который я в интернете увидела в фотографии, это был дом в деревне Давыдова. Мы туда поехали. Конечно, смотрели другие дома, но больше нам ничего не понравилось. Вот мы этот дом. Вот так мы его купили. И теперь мы рядом с этой церковью делаем чай, а у нас буквально через три дома. Вот и слышно, как колокола звенят. Гуськовы любят путешествовать, ходить в лес и заниматься садоводством. Свой родительский и сыновний долг они выполнили. Сейчас нянчат троих внучат. Елена Владимировна – директор средней школы номер 6. Является представителем педагогической династии в пятом поколении. Сергей Алексеевич – пенсионер УВД. Их сын Дмитрий – офицер в системе ГИБДД. А его жена – учитель. Дочь Гуськовых Марии – тоже учитель химии. Ее муж – офицер в системе УВСИН. Наша семья – очень счастливая семья. Благодаря вот этой вот сплоченности, благодаря именно моим родителям. Папе с мамой, что они вот этот костяк нашей большой семьи и держат удары судьбы. Благодаря ей. И мы учимся у них жить так же, преодолевать трудности, не пасовать. Наша жизнь не идеальна. Она постоянно нас испытывает. И выдержать многие испытания нужно только в паре. Одному тяжело. Толстой писал, что все счастливые семьи похожи друг на друга. Чита Гуськовых – лучшее тому подтверждение. Когда модель семьи родителей становится правильным примером для их детей, так, наверное, и должно быть. Ведь все счастливые семьи похожи друг на друга. Партнер проекта – региональная общественная организация «Совет отцов Владимирской области». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова